К 130-летию со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина предлагают вашему вниманию обзор экранизации сказок писателя. Константин Георгиевич Паустовский, журналист и путешественник, автор романов, повестей и очерков, был известен в первую очередь своими сочинениями для детей. Его язык поэтичный и в то же время емкий, был и остается необыкновенно хорош для читателя, который только начинает знакомиться со взрослой литературой. Горячая поклонница писателя, актриса Марлен Дитрих, называла его прозу романтичной, но простой, беспрекрасной. А вот как сам писатель отзывался о написании сказок. Писать сказку так же трудно, как передать словами слабый запах травы. Сказку пишешь почти не дыша, чтобы не сдуть тончайшую пыльцу, которой она покрыта. И пишешь быстро, потому что мелькание света, теней и отдельных картин происходит стремительно легко. Нельзя опоздать, нельзя отстать от бега воображения. И с таким же чувством к сказкам Паустовскому обращались и многие режиссеры-мультипликаторы, чьи мультфильмы наполнены светом, теплой и добротой. Растрепанный воробей. Эта сказка впервые опубликована в 1948 году в журнале Огонек. С некоторыми изменениями историю воробьей Пашки экранизировали в 1967 году на киностудии «Киев научфильм» режиссер Алла Грачева. Действия мультфильма разворачиваются не в любимых писателям лесу и деревне, а в большом городе с театром, на крыше которого взвивались на дыбы чугунные лошади, с забитыми назем ларьком, где летом продавали мороженое, и, конечно, с типично городскими жителями, жадной вороной и бойкими воробьями. В растрепанном воробье Паустовский обратился к воспоминаниям из собственного детства, которое он провел в Москве и Киеве. «Семья наша была большая и разнообразная, склонная к занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, благовейно любили театр. До сих пор я хожу в театр, как на праздник», – писал Паустовский в автобиографии. В растрепанном воробье звучала тема театра «Человека в искусстве», которая через несколько лет легла в основу знаменитой новеллы Паустовского «Корзина с еловыми шишками» о композиторе Эдварде Григе. Было так тихо, что, казалось, все спит кругом. Весь дом и сад за окном, и каменный лев, что сидел внизу у ворот, и все сильнее белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. В 1973 году на этой же киностудии «Киевнаучфильм» вышел анимационный фильм «Теплый хлеб» режиссера Ирины Гурвич. Сказка, легшая в его основу, была написана в 1945 году, а впервые напечатана лишь спустя 9 лет в детском журнале «Мурзилка». Книга рассказывала о голодных послевоенных годах в деревне, где жил грубиян Филька, обидевший боевого коня. Того самого коня, который помог восстановить мельницу и обеспечить голодавших хлебом. В этой истории было все, что можно назвать почерком Паустовского. Военная действительность, простые сильные люди, соль земли, природа, которая живет, думает и взаимодействует с человеком. И, конечно, язык без излишеств и украшательств. Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный свет. Чем прозрачнее проза, тем совершеннее ее красота и тем сильнее она отзывается в человеческом сердце. При внешней простоте в этой сказке было много тайн. Кон ли наказал Фильку, наслав лютый мороз? Был ли в действительности мельник Панкрат колдуном, как поговаривали ребята, остается лишь догадываться. Загадки ждали читателя на страницах еще одной деревенской сказки Константина Паустовского «Стальное колечко». История о том, как солдат-сапер подарил волшебное колечко девочке Варюше, увидела свет в 1946 году на страницах литературной газеты. За экранизацию в 1979 году взялось творческое объединение «Экран». Режиссер Леонид Бердичевский использовал для создания мультфильма кукольную анимацию. Мультипликаторы сделали акцент на общей для всей прозы Паустовского теме «Живой, обожествленной природы». Обратились к другим текстам писателя, придумали новых персонажей, деревянных идолов, берендеев. «Там, в Мещуре, до конца я понял, что значит любовь к своей земле, каждой заросшей густой травой колее дороги, каждой старой ветле, каждой чистой лужице, где отражается прозрачный серп месяца, каждому пересвисту птицы в лесной тишине», писал Паустовский в 1966 году. А в 1946 году эту же мысль он вложил в уста героини стального колечка Варюши. «Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Маховом. Это же прелесть, что такое!» «Сказка Квакша» была впервые опубликована в журнале «Мурзилка» в 1954 году. В 1979 году ее экранизировал режиссер-мультипликатор творческого объединения экран Леонид Арестов. На этой студии были созданы многие легендарные кукольные мультфильмы «Волшебник изумрудного города», «Дядюшка Ау» и другие. Квакшу тоже снимали с куклами в главных ролях. По воле сценаристов, густонаселенная деревня Паустовского на экране превратилась в мир двух людей – девочки Тани и ее отца. Зато животные, растения, сама земля и воздух перешли на пленку в целости и сохранности, каждый со своим характером и привычками. И снова перед зрителем предстала история о взаимовыручке и доброте. Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и добр. Только тогда он имеет право носить это высокое звание – человек. Так считал Паустовский. В 1945 году в газете «Пионерская правда» вышла повесть-сказка «Старый жук». Позже автор дал ей другое название, вернее даже два – «Похождение жука-носорога» и в скобках «Солдатская сказка». Мультфильм «Солдатская сказка» был снят на Киев-научфильме в 1983 году. К творчеству писателя вновь обратилась режиссер Алла Грачева, та самая, которая за 16 лет до этого экранизировала «Растрепанного воробья». В автобиографических заметках Паустовский вспоминал о Первой мировой войне. Во время работы на санитарном поезде я слышал от раненых множество замечательных рассказов и разговоров по всяческим поводам. Простая запись всего этого составила бы несколько томов, но записывать у меня не было времени, поэтому я с легкой завистью читал потом превосходную книгу Софии Федорченко «Народ на войне» – дословную запись солдатских разговоров. Великую Отечественную писатель видел из окопа, работая фронтовым корреспондентом. Решившись рассказать детям о войне, Паустовский выбрал единственно верную тональность – линзой, сглаживающей страшные подробности, но честной и прямо передающей главное, стал взгляд сказочного героя – жука-носорога. Жильцы старого дома В мультфильме, снятом в 1988 году на Средловской киностудии режиссером Алексеем Караевым, нет слов. Но это не мешает зрителю в подробностях узнать историю кота Степана, таксы Фунтика, петуха Горлача, старой курицы и даже духа шотландского мастера Гальвестона. Рассказ «Жильцы старого дома» вышел в сборнике «Дед из дата» в 1941 году. В нем казалось все загадочным и притягательным. В русскую глубинку попала музыкальная шкатулка из Эдинбурга. Старый скворец напевал мелодии, подслушанные им зимой в Африке. Жильцы дома читали Вальтера Скотта. Весь рассказ был словно тоской по неизведанным местам, которая не давала покоя Паустовскому. У каждого писателя своя манера жить и писать. Что касается меня, то для плодотворной работы мне нужны две вещи – поездки по стране и сосредоточенность. Почти каждая моя книга – это поездка, или, вернее, каждая поездка – это книга. Константина Паустовского можно отнести к одному из самых любимых русских советских писателей. Его творения еще при жизни автора удостоились интересной внимания широкого круга читателей не только Российской Федерации, но и за границей. В советское время его рассказы были внесены в рекомендуемый список по литературе для школьников. Писатель в своих историях рассказывает тайны живого мира и явлений природы. Благодаря динамичным сюжетам, история быстро захватывает внимание юных читателей. Паустовский своим творчеством учит любви к природе и окружающему миру и заботе о близких и родных. Предлагаю вашему вниманию еще раз прочитать рассказы и сказки Константина Паустовского и, конечно, посмотреть замечательные мультфильмы по его произведениям.